Всем привет, с вами Леша, это канал Хочу Жить. Сегодня я хотел, я хотел придумать мою рубрику кофе с Лешем. Это рубрика где мы, я буду пить кофе и мукой поговорим с вами. Ну, обо всем, короче, про алкоголь. Хотели ли люди, хотели ли люди такую жизнь, какой они живут, давайте об этом поговорим сегодня. Сейчас у меня скипит чайник, я пока насыплю себе кофейку, я растворим, я с утра пил уже зерновой, а сейчас попью растворим. Вот у меня у нас кафе. Две с половиной ложечки кидаю. Сейчас чайник залью, погреется чайник. Ну, о чем я хотел поговорить сегодня. Вот у нас в России 95% населения бухает. Ну, как бухает, употребляет алкоголь, я это просто называю всем, бухает. То есть, кто-то культурно выпивает, кто-то действительно бухает каждый день, там, раз в неделю, ну, можно так бухнуть раз в неделю, ну, можно так бухнуть раз в неделю, что мало не покажется. И многие, вот, у них отдых, только алкоголь, только бухать. Вот многие, у них связан отдых с алкоголем. То есть, работать неделю, потом отдыхать, как бухать, а не так отдыхают. И опять по кругу работать неделю, и опять бухать. Вот, зависит, там, несколько часов трезвости. Вот, когда выходной у них, они несколько часов трезвые, а потом уже все накидаются, и уже, там, не до отдыха. Там уже не помню, что с тобой происходит, происходило, какие были вообще ощущения, как-то все как-то в тумане плывет. Вот, я когда бухал, я, как бы, ну, тоже с утра просыпался, я знал, что сегодня я по-любому буду бухать, ну, или, по крайней мере, упивать. И начинал суетиться, что-то куда-то бегать, куда-то что-то есть. И все сводилось к одному, что позже будет употребление алкоголя. Что я встречусь с кем-то, либо с кем-то увижусь, и мы по-любому употребим. Вот так я жил. Вот так же многие сейчас живут, они вот работают, надо прокормить себя, прокормить семью. Но ведь растраты, расходы на алкоголь это дополнительный, плюс убиваете здоровье. Каждый раз человек убивает себя, когда употребляет алкоголь. Он не просто отдыхает, расслабляется, как он думает, а он убивает себя, подливает, как бы гвоздь в свой круг очередной забивает. Алкоголь это ведь яд, да, слабенький, да, там чуть-чуть, но каждый раз по чуть-чуть он отравляет весь организм, убивает каждый орган. Все органы страдают, абсолютно все. А человек думает, что он так расслабляется, что он отдыхает так. Сейчас, секунду, я в чайник выключу. Человек думает, что он так отдыхает, что он расслабляется. Но это не расслабление, это не отдых, это угнетение центральной нервной системы, это раз. Это полнейшее визложивание организма, это два. Это удар по всем органам, это три. Огромный удар по желудочной железе. Это вот представьте, как будто в боксе дадутся все дули по поджелудочной железе. Вот такой удар вы наносите, когда употребляете алкоголь. Это надо или не надо? Мне-то пофигу, я бросил пить, да, было тяжело, сложно, трудно. Со многими я столкнулся с трудностями, но у меня получилось. Я просто сейчас смотрю, сколько денег, ну, кто пытается лечиться, и сколько денег они на это отдают. И зачастую безуспешно. Их лечат, лечат, они там что-то пытаются лежать, что-то там борются как-то. И вот я сейчас сижу вот здесь, да, вроде как не пью все, мне смешно вот это вот про алкоголь, вот все, что связано с алкоголем. Я понимаю, что если сейчас вот был бы не кофе, а алкоголь, я бы его не стал, конечно, пить. Но ведь так было далеко не всегда. Это сейчас уже более трех лет прошло, а за это я два года только боролся. Сейчас я себе кофе плесну, я по дому на коляске еще передвигаюсь, потому что, ну, на коляске я могу быть как бы независим. Если я сейчас начну на ходунгах хотя бы, уж я не говорю про костыли, то я не смогу многих вещей сделать сам. Тот же чайник я не смогу это налить. Все-таки кипяток. Нахрен сейчас еще хватало обжечься с кипятком. Ну вот. Так, про что я там говорю? Про то, что было тяжело. Ну да, первое время было очень тяжело. Я, когда бросал пить, было очень непросто бросить. Это сейчас вот все уже смотришь на тех, кто пытается бросить и думаешь, да это же легко, это же... А потом так думаешь, да нихрена это не легко. Но все равно я сейчас не могу уже ощутить того вот, что... Что я чувствовал тогда. Не могу ощутить этой тяги. Если вот допустим, что... Ну вот кофе взять, от него тоже зависимость есть. Ну вот такая легкая. Ну блин, не сравнится она все равно с алкогольной. Ну два дня. Ну вот я в больнице лежал. Я там кофе практически не пил. Ну там не было банально. Пил, но... Там оно такое... Не поймешь, кофе не поймешь, что... Один раз пил, меня угощала санитарка своим кофе. А один раз пил, там ему больше двух лет, по-моему, лежала она в палате. Я говорю, а что кофе да? Я сейчас налью так до себе. Мужики говорят, да наливай ее, но лежит уже не знаю сколько. И я вот попробовал, там трава прям... Ну впуск, хуже чем муцкоре. Ну и то, и тоже под выписку я пил его. А так, ну ничего не ломало, ну никак с алкоголем. С алкоголем совсем по-другому. Я помню, я вот когда пить бросал, ну пытался, предпринял попытки бросить пить. В холодильнике стояло пиво моего племянника. Еще я ему говорю, блин, ну на хрена ты поставил? Я ведь пытаюсь бросить, а он тогда же и у нас. И я открываю холодильник, пиво стоит, смотрит на меня и улыбается на меня и говорит, ну чуть-чуть, ну выпей. И так вот смотрит, ну блин, не объясните, это прям манит, ну манит. Выпей чуть-чуть. Ну я открывал, закрывал, открывал, закрывал. Ну в смысле, периодически что-то брал, что-то вложил туда. И все-таки я не выдержал, взял бутылку и выпил. Причем выпил ее быстро, чтобы как бы никто не заметил, что не знаю, зачем я это сделал. А потом думал, блин, я же столько держал все. Но я не помню, сколько у меня срок там был. Ну у меня в этом, в блокноте все там записано. Я как-то делал ролик про свой блокнот. Блокнот трезвости, я его назвал. Сейчас интересно его почитать, конечно. Посмотреть, какие мысли меня отливали. Как вообще я себя чувствовал. Блин, горящий, кипяток. С чего я начал? 95% населения употребляет алкоголь. По разным поводам. У кого-то есть зависимость, у кого-то нет зависимости. И у кого-то даже она и есть, но он считает, что у него нет, и что все в порядке. И что можно бухать, и ему это не мешает. Да, может действительно ему и не мешает в жизни никак, вообще никак. Но здоровье все равно мешает. Что-то все равно не в порядке со здоровьем. Какие-то отклонения все равно есть. Или желудок, или печень, или мозг, или поджелудочное. Что-то все равно будет. Либо сердце. Может просто так быть бесследно. Вот когда говорят, вот разговариваешь с кем-нибудь, и говоришь, вот там что-нибудь, что бухает плохо. И, допустим, он говорит, например, вот дед там дожил до 95 лет, бухал постоянно. У него генетика сильная была. Если бы он не бухал, он бы даже до 195 лет. Ну, или до 150 хотя бы. Генетика играет огромную роль. Если у людей с генетикой плохо, то еще они и бухают. То это вообще печально. Проведу как-нибудь стрим еще. Давно не было стримов. Я уже подзабыл, как пользоваться чем этим ОБС, не ОБС. Ну, сейчас, пока я вот учусь ходить, как бы, иду к цели. Тренировки, 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 постоянно тренировки. Даже вот сегодня с утра, я сейчас стал тренироваться с утра. То есть, просыпаюсь, делаю зарядку и тренируюсь до завтрака. Еще не завтракаю. Тренировался, потом позавтракал, отдохнул часок. Был уже там интернет, в Инстаграм, ВКонтакт, возможно, в Ютуб. По второму еще раз поел, второй прием пищи и все. И дальше уже можно делать дела свои. Люди прожигают жизнь, работа, алкоголь, работа, алкоголь. И все. Нет, есть, конечно, кто и занимается хобби каким-то, там, что-то делает, на природу ездит. Молодцы, да. Этих людей я уважаю. Это очень здорово. Природа, велосипед, ролики, футбол, поиграть, бискетбол, поминтон. Это, да, активный отдых. А кто вот просто вот работает и бухает, все, и больше ничего. Встретиться с друзьями, с подругами, и все. И пьянка, и ля-ля-ля, болтать, и бухать, и ничего не делать. Никакой не спорт, никакое развитие никуда не сходит, ничего не. Просто тупо вот дворик, допустим, какой-нибудь заколок, тишина где, и просто бухать. Ну, как вот мы раньше. Соберемся, там, семечки погрызти, или попухать, или покурить. Сигареты, я имею в виду, покурить. Ну, это еще когда в начальных классах учились, а потом-то уже, в основном, с пивом всегда. С пивом с чем покрепче встречались. Уже просто так, покурить сигареты уже не уходили. Уже курили, и с этого уже не сигарета, а кое-что другое. Тоже вот я жизнь свою как, вот, веселились, да, там, бухали, дрались, футбол. Вроде как нормально проводил, но с другой стороны, займись я тогда делом, может быть, что-то бы и получилось, допустим, спортом. Продолжил бы я заниматься спортом, каратэ, боксом. Ездил бы по сборам, по спортивным лагерям, жизнь спортсмена вел бы. Сейчас всякие вот эти вот бои, вот, может, туда куда-нибудь попал бы. Кулачные бои. Бокс различный. Не знаю, как бы сложилось, что. Да нет, вот и гадать сейчас, что гадать себе песенку. Что было, то было. Я ни о чём не жалею вообще. Смысла нет жалеть. Да, раньше жалел, как-то было, что вот, вот, упущенное время. Как-то рассуждал, жалел о чём-то. А сейчас думаешь, да, хрен ли жалеть. Это опыт. Я получил опыт. И, может, благодаря этому опыту я и жив. Столько всего перенёс и жив до сих пор. Не будь у меня этого опыта, я бы, возможно, и сдался бы. И не смог бы выжить. И смог бы бороться. Конечно, он не спортивная дисциплина. То, что мне дал спорт. Терпи, занимайся. Терпи. Больно терпи. Не можем, а делаем. Это, ну, такие вот. Закаливал он, как бы, характер. Закаливал дух. Хочется, конечно, путешествовать куда-то. Куда-нибудь, куда-нибудь поехать в горы. Возможно, на Лебрус. Я видел фотки, видел, видел. Ну, пацан закладывал в Инстаграме. На Лебрус. Красиво там. И трищи дует. Кстати, моя легендарная крошка. Я её и в больницу с собой брал. Кто в Инстаграме подписан на меня, тот её знает. Ну, уже там, я не помню, сколько. Два года, три. У меня была сначала с кафе, вот, от кофе. Кофе. Помню, с кафе. И была красная крошка. Потом я её разбил. Случайно. А это она пасмаслая. Она уже, я не помню, сорок или тридцать раз. Я не помню, сколько. Но она много раз очень падала. И если бы она не была бы осмысла, то ей бы пришёл хана. Пришёл. То ей бы тогда всё. Молодец. Молодец. То ей бы пришёл капец. Вот так, нет, вот, кружка она бы тяжёл. Так вот, хочу я на их брус, возможно, куда-нибудь путешествовать. Да мне сейчас, главное, учиться ходить на кстлях. А там уже, уже можно куда угодно. Ещё, конечно, возможно, у меня операции будут. Да невозможно, а будут. Просто когда, я не знаю, определиться. Осенью или зимой, или весной. Когда лучше, я пока не решил. Сегодня ролик получился больше, чем обычно. Но обычно я что-нибудь готовлю, пишу сценарий. А это я без сценария, без всего. Хорошо, чтобы такую рубрику придумать новую. Кофе слешим. То есть, как бы, кофе со мной, типа. Нет, до приема пищи ещё далеко. И я утрешу кофе просто попить. Что касается моей цели. Конечно, очень много ошибок я допустил. что, во-первых, поставил в каком-то сроку цель. Нет, я не отказываюсь от твоей цели. Я буду к ней идти. Просто она не получится так быстро ее выполнить. Это очень энергозатратно. И вообще надо, чтобы организм перестроился. Чтобы как-то... Я сколько лежал, блин. Об этом что-то я не подумал. Это когда просто человек, я уже рассказывал. Когда просто человек ломает ногу, допустим. И потом ему на костыли встать. Ему гораздо проще встать на костыли. Чем когда он лежит. Сколько я? Больше года я лежал. Больше, даже больше двух. Наверное, года два я лежал. Полтора-два года. Мог даже на колясу. Коляска у меня была уже, но я не мог на нее сесть. Когда она приехала ко мне, она просто стояла как предмет мебели. И кошка спала на ней. Это была коляска кошки. Она прям реально считала, что это ее. Ее как... Ну, транспорт даже, а домик ее что-ли. Она ложилась и спала на ней. Потом, когда я научился, уже пересаживался. И кое-как ездить на ней. Тогда она только ночью спала на ней. Ночью она была ее, днем моя. Ночью я перебирался на кровать. А потом, когда я уже стал прям очень хорошо функционировать на коляске, передвигаться. То все, кошка поняла уже, что все. Потеряла на коляску. Что я ее завоевал. Отвоевал на нее, можно сказать. Да, конечно, после зернового это растворимый айс. Совсем. Ну, в зерновой я не стал сейчас заваривать, вводить. Потому что там, во-первых, кофеина много там. У меня еще сорт Робоста, там вообще кофеина очень много. Да и ввозиться, я думаю, сейчас запишу по-быстрому видео. В смысле, вот, кофе по-быстрому заварю. И попью, и видео заодно запишу. Я сейчас до этого записал для лайф-канала видео. Вот, и вот это вот я сделал для лайф-канала и для «Хочу жить». Ну, что, наверное, буду заканчивать. Ну, периодически буду так записываю эту рубрику. Сделаю плейлист отдельный. И будут такие, ну, просто разговорные, как ролики. На полегшем, так сказать. Ну, все, всем пока. Это был канал «Хочу жить». Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.